Всем привет! Вы находитесь на канале Реминфострой. Штукатурка для ванной. Правильно выбираем и наносим на стены. Ванная в подавляющем большинстве случаев отделывается кафельной плиткой. А последняя применяется только в том случае, если основания идеально ровные. Аналогичные требования имеют место и в отделке ванной под пластик. К сожалению, ровных стен в современных домах найти весьма непросто. И по этой причине штукатурные работы проводить необходимо. Состав для этого используется специальный. В этом видео мы рассмотрим его более подробно. Влагостойкость – основной критерий Многие спрашивают о том, можно ли штукатурить ванную гипсовой штукатуркой. Ведь она при всех своих выравнивающих качествах имеет недостаток, заключающийся в отсутствии устойчивости перед водой. Однако это еще не значит, что данный вид материала использовать нельзя. Качественная штукатурка на основе гипса с хорошей затиркой вполне могут использоваться под плитку даже в ванной комнате. Однако цемент все же более устойчив к кулаге, чем гипс. Именно поэтому составы на цементной основе пользуются в этом случае такой большой популярностью. Аналогичные качества делают цементную штукатурку, способной эффективно использоваться во внешней отделке. Санирующая штукатурка Одним из лучших вариантов для отделки ванных комнат является именно санирующая штукатурка. При поступлении солей в стену данные составы способствуют равномерному распределению этих проявлений, не давая соли скапливаться. Это предотвращает не только появление высолов, но также значительно продлевает срок службы отделки и стен. Преимущества данной штукатурки следующие. Способность противостоять действию солей, попадающих в стены вместе с водой. Натуральные компоненты в основе, делающие данную штукатурку экологичной. Обладает высокими гидроизоляционными свойствами, при этом хорошо пропускает пар. В случае нахождения в стене большого количества воды, такая штукатурка выведет излишки на поверхность. Выбор зависимости от материала стен В одном из прошлых видео мы упоминали о том, что использовать отделку на основе более прочного материала, чем тот, что находится в стене, нельзя. Поэтому, если внутренние стены в ванной выполнены из ячеистых блоков с отсутствием цемента, не следует использовать штукатурку на цементной основе, несмотря на ее пригодность для применения в ванной комнате. Мы вынесли это в отдельный пункт, потому что многие сегодня используют подобные блоки для выравнивания стен в своих домах. Этапы штукатурки стен в ванной комнате ОЧИСТКА СТЕН ПЕРЕД РАБОТОЙ В целом процесс ничем не отличается от нанесения штукатурки в других случаях. В первую очередь, вам необходимо очистить стены от грязи и жировых пятен. Первые очищаются водой, а вторые – white spirit. При этом следует пройтись стену целиком, так как следы жировых отложений далеко не всегда могут быть видимы. Если речь идет о вторичном жилье, то процесс усложняется, так как нам необходимо снять старую отделку и штукатурку, оголив поверхность стены. Процесс весьма пыльный, так что подготовьте респираторы, так как в ванной нет окон и вариант с проветриванием не актуален. Также наденьте очки, дабы куски штукатурки не отлетели в глаза. ОБРЫЗГ Необходимо повысить показатель сцепления будущей отделки со стеной и для этого применяют обрызг. Наносится в этом случае та же штукатурка, но более жидкая. По своей консистенции состав больше походит на жидкую сметану. Для этой процедуры основание стены необходимо смочить водой, после чего обрызгать на него штукатурный состав на толщину 5 либо 9 миллиметров в случае с деревом. Никакие дополнительные разравнивающие работы не проводятся, так как цель повысить неровность стены. ГРУНТОВКА После того, как обрызг высыхает окончательно, для увеличения адгезии стену следует покрыть грунтовочным составом. Особенно это необходимо делать в том случае, если слой штукатурки планируется толстый. В этом случае также необходимо разместить на стене штукатурную сетку, но делать это нужно уже на этапе отделки. Грунтовку рекомендуется наносить в два слоя. Второй, который должен быть более густым, наносится только после полного высыхания первого. Черновой слой На этом этапе штукатурка наносится с целью выравнивания неровности стены. Толщина составляет 5-7 миллиметров. Большее значение используется в том случае, если раствор гипсовый или известковый. Цементный раствор можно укладывать по наименьшему значению. После укладывания на поверхность стены необходимо выровнять состав полутерком, длина которого может быть любой. При этом задача сделать идеальную ровную поверхность не стоит. Финишный слой Мы рассматриваем вариант с выравниванием стен для дальнейшей отделки под плитку или пластик. В этом случае штукатурка наносится относительно тонким слоем 2 миллиметра на предварительно смоченную черновую штукатурку. Шпатель при этом держится под углом в 20 градусов. На широкий инструмент равномерно наносим состав, после чего аккуратно переносим его на стену. Для окончательного выравнивания состава чуть позже по нему проходится теркой, работая круговыми движениями. При этом важно соблюдать технику затирки. На выступах следует сильнее давить на терку, а на углублениях снимать давление. Советы для тех, кто решил оштукатурить поверхность стены в ванной. Касаемо густоты необходимо определиться с направлением работы. В том случае, если вам необходимо выровнять неровности на стене, то слой получится толстым, а материал должен быть густым. Если же речь идет о финишном покрытии, производимым тонким слоем, то штукатурный состав для него можно делать более жидким. В случае обработки кирпичных стен необходимо вначале выскорить состав из швов на глубину примерно в 1 см. После этого заполняем швы штукатуркой и далее замазываем всю стеновую поверхность, добиваясь таким образом высокой схватываемости. Готовя состав из сухих смесей, добавлять необходимо чистую воду комнатной температуры, постоянное помешивание при устранении комков. При этом готовить необходимо такое количество раствора, которое вы сможете использовать за непродолжительный период работы. В противном случае остатки раствора в емкости начнут схватываться и станут непригодными к нанесению. Декоративная штукатурка в ванной комнате Плитка является самым популярным, но далеко не единственным способом отделки ванной комнаты. Все большее внимание привлекает к себе декоративная штукатурка, такая, как известная многим венецианская. Важно! На рынке много видов декоративной штукатурки, но нам необходимо выбрать устойчивые к высокой влажности и непосредственному воздействию воды. При этом улучшить гидрофобные свойства грунтовки поможет мастика на основе натурального воска, которой мы обрабатываем поверхность после полного ее высыхания. А на этом на сегодня все. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях.